В этих фрагментах видео предоставленных от Брайана Фореста, когда-то он выкладывал его на фейсбуке и на ютубе, я хотел бы высказать свое мнение по поводу того, что я увидел в видео Брайана Фореста. Там высказывалось предположение, что оплавленные следы на камне древних, скорее всего, что дуинкских народов, это не факт, конечно, но можно было предположить, что данная мегалитическая кладка полигональной стены создана еще даже дуинков. И на ней видны следы, как будто обгорелые, как будто точечные, выжженные следы и высказывалось предположение, что это вспышка солнца. Либо какое-то излучение, но я бы хотел сказать лично свои мнения по этому поводу, которые могут быть ошибочны. Просто хотел лично сказать от себя, что я лично думаю по этому поводу. Я бы предположил, что это следы какого-то точечного лучевого действия. Вряд ли это кто-то там костры разжигал. Скорее всего, что это какой-то луч. Опять-таки, это может сказать только машина времени. И мы можем только предполагать, я могу ошибаться, опять-таки скажу, что возможно какой-то луч. Если бы это было солнце, оно бы спалило всю планету, даже небольшой выброс, испепелил бы всю планету, полностью всю поверхность. И никакого такого тоненького лучевого воздействия бы не было. И я хочу предположить, что это воздействие какого-то точечного луча, который оплавил эту стену. И ставил вот такие вот интересные обугленные следы. Следы как будто вот даже вздутия камня от очень высокой температуры точечного воздействия. То есть на небольшой площади. И я очень сомневаюсь, что это огонь. Хотя, ну, тоже нельзя этого исключать. Но, скорее всего, что какое-то вот точечное воздействие какого-то луча, теплового луча. Некоторые предполагают, что возможно это они отражали солнце какими-то там зеркалами. Ну, кто его знает. Также там в той области есть, ну, в области Перу, там Боливии, есть еще одно сооружение, так называемый змеиный храм. Там тоже показано вот как будто вот на огромной площади оплавленная статуя змеи. И под действием очень высоких температур. И судя по самой статуе, луч был сверху на нее направлен. По крайней мере, по следам оставленных на этой статую. Я бы предположил, что это луч, лучше сверху. И очень высокая температура воздействовала на данный камень. Что это такое, неизвестно. Кто это оставил, неизвестно. Просто вот хотел высказать свои небольшие предположения по этому поводу. Какой это точечный луч сверху. И разумеется, это искусственное происхождение, это не природа, это не какие-то вспышки солнца, это все глупости. Это какой-то технический какой-то вот был, ну, может, выстрел, кто его знает. Опять-таки скажу, что это только машина времени может сказать, что там происходило. Просто хочу высказать свои небольшие предположения по этому поводу. Кто оставил эти следы, неизвестно. Кто все это делал, грубо говоря, неизвестно. Хотя нам утверждают, что это инки. Но это все под очень большим вопросом, опять-таки. Также в Перу, ну, или в той области, обнаружили скелет одного индейца с вытянутым черепом. На котором зажила, ну, кость была, была пробита кость. И в ней есть имплант из чего-то металлического. Это не выдумки, не фотошоп, это реальные, реальные факты. По крайней мере, по моим данным. Фото неоднократно публиковалось на Фейсбуке, в других материалах. Тоже хотелось бы высказать по этому поводу, что это такое, непонятно. Что там за операции проводились, насколько они были развиты, что могли делать импланты. Вы скажите, где, в какой стране мира, в какой нации. Допустим, даже это инки, допустим. В какой стране мира, в 1500 году, или там, даже уже европейцы там уже были. Ну, там, допустим, в 1400-1300 году нашей эры, могли делать импланты на мозг металлические. Скажите, где, какая была самая развитая страна в тот период. Ну, это, скорее всего, что там Германия, Сверсария, Англия. Только там произошел технический прогресс. Кстати, я еще хочу сказать, что если бы не они, то ничего бы у нас не было. Мы бы до сих пор наездили на лошадях, там, жили в Средневековье. И только благодаря вот Швейцарии, Германии, Голландии, Англии, ну, Франции, там, частично. Вот именно вот этим странам произошел технологический процесс. Если бы не они, люди до сих пор бы следили, ездили бы на лошадях, косили, село косами, и был бы там водяные мельницы, ветряные мельницы. Ни более, ни менее. Только благодаря им произошел этот весь технологический процесс. И даже у них этого не было. Никто не мог сделать вот такие вот металлические импланты на мозг. А тут в какой-то, в Перу, вдруг с того ни с сего, на черепе находят, на вытянутых черепах находят металлические импланты. Это за пределами всех возможных, за пределами всего возможного и невозможного. Ну и последнее. Если бы меня спросили, где вот, по твоему мнению, где хоть где-то могут быть какие-то вот следы чего-то непонятного, неизвестного на Земле, каких-то непонятных сооружений, я бы назвал как минимум три места. Это Юрак Руми, это Кенко, ну, Альятам, разумеется, и возле Куску. Вот три, четыре этажа, даже четыре места, которые, мягко говоря, удивляют. Особенно вот Кенко, Юрак Руми, это вообще что-то непонятное там происходило, и сооружения, которые совершенно не соответствуют вот обычным, любым земным сооружениям. Они там все это разрушено, разбито, там размолото, как будто после взрыва какие-то. А в Кенко там, как будто вот какой-то карьер, как будто кто-то лопатой сочерпывал раствор и с них делал полигональную кладку. То же самое возле Куску, не в самом Куску, а возле Куску. Там есть пару таких малоизвестных моментов, что не подается никаким... Никаким объяснением вразумительным никто это не может объяснить, понимаете. Разумеется, если была машина времени, мы бы за одну секунду дали все ответы на все вопросы. Ну, всегда говорил, говорю, буду говорить, что Перу, конечно, по всем параметрам, там что-то непонятное происходило. Это какие-то оплавленные вот стены какие-то, какие-то оплавленные вот храм змеи, оплавленные какие-то статуи змеи какими-то лучами с неба, как будто кто-то это там все обстрелял. Ну, разумеется, Тюанако и Пума Пумку тоже там предполагали, что они подверглись там ракетным ударам. Ну, это предположение некоторых энтузиастов, неофициальное предположение, это просто некоторые энтузиасты предполагают, что такое впечатление, что как будто их обстреляли ракетными ударами. Ну, и Кенко, Юракрумио или Атамбо и другие районы в Перу, которые имеют в себе сооружения, которые вышли далеко за пределы всего, что строили люди, когда бы это ни было. Там что происходило что-то непонятное, какие-то сооружения, которые, грубо говоря, имеют формы, которые нечеловеческие. Как будто строили либо не люди, либо строили люди, но ими управлял кто-то, ну, как сами индейцы говорят, боги с небес, и не только индейцы. И народы Египта, и народы Шумера, там, Акадо, они говорили все время, что это не мы, это нам, вот, боги с небес, нам явилось явление, видение, мы вот это вот все строили. Всем спасибо за просмотр этого короткого, небольшого видео, просто что я хотела себя сказать по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok